Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас пятница, 7 июня 2024 года. Мы на пороге финансового краха. Да ты чё? Это на каком пороге мы? Мы на пороге финансового краха. И кто это нам заявляет? Чем же обеспокоен мэр города Вилгавы Равенш? Во! Сейчас узнаете. Да, друзья. На пороге краха финансового. Уже даже мэры беспокоятся. Ну ладно, наш городишко, конечно, не из маленьких. По сравнению с другими странами, конечно, это деревня. Даже не деревня, а маленькое село. Послушайте, что он заявляет. Я вас предупреждал в предыдущих видео. Сейчас будут такие вещи выдаваться на гора, что не только уши завянут, там всё завянет. Послушаем Равенша. Председатель Елгавской думы. Председатель? Угу. Я же вам сказал, деревня, село. Елгавской думы. Андрис Равенш. Дистанционно. Принял участие. Дистанционно. Вы понимаете? Принял участие. Ага. Так и хочется сказать. Ой, не буду. Ну, а зачем ему поучаствовать самим-то лично? Зачем? Ой, не будут утруждать. Они переутруждать себя. Дистанционно. Участие в заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению по изменению результатов административно-территориальной реформы АТР-2021. Да? Понимаете? Заявив, что нас ждет финансовый крах. И тогда уже не будет разговоров о том, что объединять и что делить, сообщает нам Недкарига. Далее. Ой, друзья, все еще впереди. Послушайте, что он будет заявлять. Дебаты об АТР на уровне парламентской комиссии сильно отличались от того, что можно было услышать или увидеть на подобных мероприятиях раньше. Люди и сами высказывали мнение, что вообще-то не характерно для латвийской политической культуры. Готовы были выслушать представителей других политических сил в надежде, что те предложат наиболее подходящий способ перекройки уже составленной карты. Правящая коалиция открыла закон об административных территориях с единственной целью прописать в этом законе объединение Вараклян и Маданы. Однако, как только эти поправки вступят в комиссии, поправки поступят в комиссии, господи, друзья, извиняюсь, поступят в комиссии, то депутаты Сейма смогут вносить и любые другие предложения. Ну, господи, уже им не привыкать. Они быстро все это... Ну, вы понимаете, о чем... Послушайте. Пожалуйста. Спасибо вам. Ведь закон об административных территориях в его нынешнем виде предусматривает присоединение к Даугапилцу, Резекне, Елгаве, Лиепае и Венспилцу близлежащих властей, самостоятельное существование которых таким образом ликвидируется. Ну, друзья, как вам реформочки? Реформы все ликвидируются. Ликвидация – это у нас реформы развития. Хоть отрицательное, но развитие есть. Отрицательное, но развитие. Но это я сам добавил. Дальше послушайте, что будет там заявляться. Необходимость сокращения числа муниципалитетов начала обсуждаться практически сразу после предыдущей реформы. Когда в 2009, аж, представляете, в 2009 году из примерно 500 муниципалитетов было создано 119. Кто помнит, тот помнит. Помните? Ой, я прекрасно помню. Ой, как сокращали тогда уже, друзья. Да. А сейчас все будет. Все. Под нож. Все. Режь. Режь здесь. Все. На операцию. Вырежем все. Заходите ко мне лечиться. Я хирург. Да. Ну, это, знаете как. Заходите. Все вырежем. Все. Как винокур. Да. Было создано 119 в 2009. О сокращении этого большого числа тоже говорили долго. Но это было сделано в связи с экономическим кризисом. Помните? Восьмого, девятый год кризисом. И требованием кредиторов Латвии сделать ее более прозрачной для них. В том числе и на административной карте. Как вам? Кому это надо было? Кому выгодно? А? Ась. Айнки. Айяюшки. Да. Кредиторов Латвии сделать ее более прозрачной для них. В том числе и на административной карте. После парламентских выборов 2018 года история повторилась в том смысле, что, казалось бы, невыполнимая задача на самом деле была решена быстро или ГКК. Или ГКК. Более того, во второй раз, не по требованию извне, повторяю, во второй раз, не по требованию извне, а по вине избранных в 13-й сейм депутатов, сейчас какой у нас 7-й, 14-й? Это по вине 13-х, да, депутатов 13-го сейма, которые свои мандаты, мандаты. Ну, ты понимаешь, да? Вы понимаете, кто мандат? Мандаты. Вот так. Если, говорит, тебе уши отрезать, ты будешь на кого похож? Угу. Ну, ясно. Помните? Наше поколение помнит. Старше. Да и младше помнит. Ну, анекдоты, друзья. Тут похлеще анекдотов. Угу. Которые свои мандаты посчитали основанием для новой территориальной реформы. У них мандаты, понимаете? И они думают, что они все. Они купы земли, хозяева. Да. Для новой территориальной реформы. Господи. За ваше здоровье. Для новой территориальной реформы она была и проведена. 13.7. Депутаты, мандаты. Мандаты. А сокращаемые муниципальные руководители поняли, что тут им, тут им. Начинается. Еще раз повторю, друзья. А сокращаемые муниципальные руководители поняли, что тут им не 1991 год. Я вам сказал, послушайте внимательно. Будет интересно. И не только интересно, и познавательно. К чему и как мы докатились до жизни такой. Почему? Я говорил, будем все, все. Все подробно разбираться. Все будем. Будет все. Все. Все кругом. Тут им не 1991 год. Когда можно было строить баррикады. Мы уже разбирались, кто стоял за баррикадах. И очень многих претензий, кто боролся на баррикадах. Очень много претензий. И что мы за это боролись? Когда старика... И не только... Друзья, послушайте дальше. Строить баррикады и протестовать против нелегитимных решений. А что вы хотели? В сказку попали? Вот пожинаете. Кому я обращаюсь? Все знают. Тут они просто выторговали себе деньги за отставку. Понимаете? Не, не, не. Это не все. Что вы, что вы? Ой, 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 ой. Позиция правительства заключается в том... А знаете, про что я сейчас рассказываю? Это я высказываю мнение мэра Билгавы Равенша. Да. Вот что он говорит-то. Это все и Равенш. Думаете, я вам здесь... Нет. Я ничего не могу выдумать. Нет. Прокомментируйте, я могу. Могу анекдот рассказать еще, что сон рассказать. Но это, что написано пером и то, что они сказали, никак я переделать не могу. Нет. Официальные новости латвийские. Это я напоминаю некоторым, которые там мудьями своими трясут или портками своими, так сказать, какими, вонючими, никакими. Ой, друзья. Начинают, начинают потихонечку вылазить, вылазить. Но их мало. Их из тысячи один, наверное, одна. Позиция правительства заключается в том, что даже относительно незначительной поправки к АТР потребует больше времени, чем включение в Араклян состав муниципалитета Маданы, которое должно и отложить. Можно и отложить, которые. И это решение поддержали, кстати, не только члены премьерской партии, но и Угис Митревич из нацобъединения, национального объединения, объеда. Тут так и написано. Из нацобъеда. Я их в следующий раз буду тоже называть. Нацобъеды прогрессист Эрвинш Лобановскис и независимый депутат Андрейс Целяпитерс. Целяпитерс. Ёбка. Ну ладно, друзья, да. Целяпитерс. Андрейс Целяпитерс. Не знаю, ошибка, не ошибка, разбирать. Поправьте меня, если что. А то я могу, знаете, я могу за ваше здоровье выпить. Надолго запомните, друзья. Я подробно все по полочкам раскладываю. Зачем торопить? Не торопись, не надо. Мы, говорит, вылечим, всех вылечим. И тебя вылечим. Не торопись, не надо. Мы быстро его вылечим. Через два дня выберем. Не торопись, не надо. Вот так-то вот. В данном случае ожидание будущего совпадает с разработкой закона. Прислушайтесь. Заканчиваю. Повторюсь. В данном случае ожидание будущего совпадает с разработкой закона. о бюджете Латвии на следующий год. Вам говорит о чем-то это? Комиссия по государственному управлению и самоуправлению должна как можно скорее переключиться с перерисовывания. Понимаете? С перерисовывания должны переключиться карты Латвии на участие в подготовке проекта бюджета. Заключил свое выступление, заключил и закончил. Заключил свое выступление господин Равенш. Ой, друзья, я вам скажу, вы знаете сколько? Уже, наверное, года три. Напомню, я честно, мы запутались. Как канал мы открыли года три, наверное, да? Ну, наверное, в 21-м, в 20-м. Ну, да, скорее всего, так бурно мы начали уже 22-м. Ой, 23-й, вот сейчас. Третий год, ну, три года, ладно, три года. Про нашего мэра я ничего толком не упоминал. Нет. А что я? А, а что? Ну, что? Ну, ну, что? Сидит и сидит там, типа управляет. Европейские деньги кончились. Все. Типа, ну, вы понимаете, друзья, да? Основные, якобы, основные школы. Дороги, дороги. Помните? Когда вы в Евросоюз вступили. Ой, друзья, не, не, не буду, не буду я. Подшумок там, это они, там, островок, там, то-то-то. Все это заслуга, это его, но это, друзья, это потом. Мы разберемся про его трудовую деятельность равеньше, мэра равеньше. Сколько можно ему сидеть? Никакого развития толком нет. Все. Все. Они открыли Уралвагонзавод. Помните, стелу открывали? Треугольная такая стелу. Все приезжали с России, с Уралвагонзавода, все представители там. Послы. Кого-то только не было. Мы не успели попасть на вот это вот открытие. Мы потом приезжали, эту стелу фотографировали. Да, фотографии у нас есть. Заходите на один из сайтов. Я не буду называть эти сайты, без разницы, друзья. Они у нас закрытые. Нельзя туда заходить. Понимаете? А потому что... Не, вы что? У нас же демократия. У нас свобода слова. Ой, и телевидение у нас все кругом, все открыто. Ну, типа закрыто. Но мы в демократическом государстве живем. Да. Свободном демократическом государстве. У нас в Конституции прописано. И всем, всем свобода слова. Ты что думаешь, что и говоришь. И так далее. Никто за тобой не придет. И открывайте дверь и ворота. Открывайте. За вами пришли. Нет. У нас... Нет. У нас вы что? У нас все отлично. Все хорошо. Все соблюдается. Да. Права человека. И так далее. Права. Нас меньшинств. Которых здесь 50 на 50. Нас меньшинств. Ох, ай да. Хрена себе. А что спросите? А ты, Сережа, сейчас матом не ругаешься. Ну, тогда было, да. Тогда не слово. Не могу прям, друзья. Ну, иногда сдерживаю. Иногда нет. Ну, это мое дело. Это мое кино, друзья. Ютуб ничего. Пропускает. А можно было и без этого, конечно. Как прекрасно. Как прекрасен этот мир. Посмотри, посмотри, друзья. Песня такая еще есть. Да были бы прекрасные новости. Конечно бы. С удовольствием. И не надо тратить нервы. А ну, мне это надо. Кому надо? Кто хочет потратить нервы свои? А вы не хотите? Я тоже не хочу. Но мы сейчас все в одном котелке. В одной тарелке. С одной тарелки все. И хлеба горбушку. И ту пополам. Да? Ну, нет. Этого не будет теперь. Но все зависит от народа. Конечно же, от народа, друзья. Это я сейчас своими словами. Да и даже и не сон я рассказываю. А быль, в которой мы сейчас живем. В одном котле варимся. Нац-меньшинца, не нац-меньшинца. Какая разница? Всем херовенько, друзья. Очень херовенько. Одинаково херовенько. Есть у кого-то право голоса. Или нет у кого-то право голоса. А что толку от этого право голоса? Ходили люди раньше. Ну, ходили. Ну, что? Что они находили? Ходили? А теперь уже никто не верит ни во что. Не-не-не. Это уже... Ну, хотя все звенья одной цепи, друзья. Вы меня знаете. Надолго запомните. Что толку? Никто не хочет уже идти на эти выборы. А потому что они туда залезли, которые... Вот, кстати, и вот. Который сейчас вот это все выложил, что это мэр Илгавы Равенш. Так сколько может он просидеть там управлять? А вы скажете, кого поставить? А где они все? А куда же все подевались? Нормальные люди. Умные. Которые все знают, умеют. Так а потому что что толку они туда залезут? Денег-то нет. А без денег не могут ничем управлять. Больше все. Ну что? Что можно построить? Чтобы были дороги хорошие. А деньги были? Куда налоги наши уходят? Автолюбителей. Да. На машины, на трактора и так далее. Куда налоги? Исправно тем более. В Литве в два года раз налог. Какие дороги там? Мэр Равенш. Какие там дороги? Ну ладно. Здесь понятно все. Он высказался. Я говорю, первый раз. Даже фамилию сколько раз уже назвал. Не слышно было. Тишина и покой было. Ну они же себе обеспечили. Хед, Вась-Вась, Крутьверь там, родственники и так далее, знакомые. Но это мои предположения. Вы, наверное, скорее всего, знаете больше. Я больше, чем уверен. Ну нам надо было, правильно, да? Но мы же не видим никаких сдвигов. Только сдвиги по фазе видим. По дорогам каким ездим. Заплатки-то никто не могут нормально подставить. Не могут. Или просто не хотят. Или не выделяются деньги. А куда деньги уходят? Может они где-то в других странах строят себе? Или понастроили? Уже запасные аэродромы. А? Зачем им это? Повторяю. Мэр Елгавы Равенш заявил, что мы на пороге финансового краха. И я вам объяснил, чем он так обеспокоен. И почему он забеспокоился. А вот. Далее по тексту я вам все объясню. Теперь пишите вы комментарии, друзья. Ой, тут можно до бесконечности говорить. Можно было копнуть и глубже. Да, как они открывали эту стелу. Как они радовались. Ой, Амаплан. Амаплант вы знаете? Что такое Амаплан? Там, где Акага. Там, за авиацией. Вы знаете. Знаете. Где воздушный мост. С воздушного моста все видно. И когда за литрички едешь. Это же мэр Москвы. Строил. Это же все ионы. Там две вертолетные площадки. Ну, сейчас типа выкупил Акага. Вот это вот немецкая фирма. Где радиаторы крепают. Да, да, да. Собирают, обваривают. Ну, там, тигом. Там, алюминиевые. Ну, конечно же, другие алюминиевые. Многие теперь. Вот большущий привет. Если меня кто смотрит. В Акага работают. Меня много кто знает. Ну, очень много. Не сотен, а тысяч людей. Если не верите. Ну, попереписывайтесь с теми. Кто меня знает. Я ничего. Тебе никаких заслуг не приписываю, друзья. Да. Ну, у нас город небольшой. Да. Небольшой городишко. Большая деревня. Все друг друга знаем. Встречаемся. Ну, с кем не встретимся. Все прекрасно знают. Узнаем. Помним друг друга. Спасибо большое вам. За поддержку нашего канала. Всем-всем теперь уже, друзья. Желаю здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях. Просто так с друзьями поделитесь. Напишите комментарий, что вы думаете по поводу вот этого. Смотрите уже с каких лет. 2009-й, 2008-й кризис. Кризис. Тогда кризис был. О, так уже начинают признавать. Ведь кризис был, оказывается. Ух ты, смотри-ка. А сейчас что? О. Спасибо, друзья. До следующих видео. До свидания.